Привет, любители кроссовок и сосисок! На этой неделе Екатеринбург вступил в неравный бой с Нижним Тагилом в чемпионате по дичи. Свердловское дерби в создании изощренного и привратного. Соревнования проходили как на открытом воздухе, так и в помещениях. Текущий счет 2-1. Могло бы быть и 2-2 и даже больше, но давайте оставим за скобками самые резонансные из екатеринбургских происшествий. То есть убийство пешехода-химика, который сделал замечание автомобилисту-застройщику. Слишком это печально. А что в зачете? Первый гол от дикой сборной Нижнего Тагила. Там, как оказалось, за неимением Одессы в границах России открылся филиал Дерибасовской. В Нижнем Тагиле прикрыли подпольный цех по производству кроссовок. На спортивной обуви стояли логотипы известных брендов. Пока мы тут в областном центре жевали бюджетное послание губернатора с его призывами к промышленному рывку, ну и по другим поводам трепали языком про кризис, про доллар, люди в Тагиле взяли и сделали. В меру своего понимания, конечно, сказано реиндустриализация производства в России. Пожалуйста, новое, современное производство. Привлечение квалифицированных специалистов из-за рубежа? Есть такое. Создание конкурентной продукции? Это же мировые бренды кроссовок. Чем ответит Екатеринбург в этом дерби? Екатеринбург ответит Шекспиром. У нас при странных обстоятельствах появился свой гамлет. В нашем Эльсиноре вообще происходит законодательная горячка. Областные депутаты, давайте назовем их для легкого запоминания и кратости, больше ни для чего, розенкранцами и гильденстернами, спешно приняли закон о неразграниченных землях в трех чтениях. А еще региональный бюджет в первом чтении. К интересам Екатеринбурга, который должен был распоряжаться землями и вроде бы имеет право на свою часть доходов казны, прислушались так же, как король Клавдий прислушивался к своему печальному племяннику. То есть никак. Что, в общем, тоже может претендовать на очко в матче дикости. Ключевые слова трагедии произнес депутат городской думы Вячеслав Вегнер. Говоря про субсидии регионального бюджета городскому, он воздел руки к клавиатуре и печально воскликнул. Быть или не быть городу – вот в чем вопрос. В Тагиле проблемы покруче. Там не то что бюджет, там что-то с продовольственной безопасностью. Правда, похоже, это не на трагедию, а на детскую страшилку с элементами садичного анекдота. Все пионеры слышали про гроб на колесиках и черную смерть. В Тагиле детей пугают кое-чем похуже – черной сосиской. На прилавках тагильских магазинов появились сосиски в тесте, на которые невозможно смотреть без содрогания. Они не розовые, как обычно, а черные. Выпечка больше походит на продукцию с истекшим сроком годности или явно подгоревшую. По словам горожан, раньше такого за местными производителями хлебобулочных изделий не наблюдалось. Последнее заявление про то, что раньше такого не было, особенно трогательное. Всякое, мол, едали. Но чтобы черная сосиска? Черная сосиска тем более пришла в Тагил не одна. За день до ее появления в городе орудовала семга-вредительница. Из-за нее в больнице с отравлением оказалась хоккейная команда клуба «Ишсталь». Они приехали поиграть, ловко обошли черную сосиску, увернулись от зеленого свиного медальона, но в воротах их ждала семга. Тут тоже очень трогательное объяснение директора гостиницы, в кафе которой отравились спортсмены. Семгу, на которую они жалуются, давали и на завтрак, и на ужин. Никто, кроме приезжих хоккеистов, недомогания не почувствовал. Ну, то есть, получается, неженки, не то что тагильчане. И потом, начитались вообще псевдоклассика которого про то, что второй свежести у рыбы не бывает. Наберутся какой-то глупости. Надо Чехова было читать. Там в «Даме с собачкой» ясно же написано. Осетрина давеча была с душком. Ничего, скушали на здоровье, никто не мучился. И вот еще такое бесхитростное замечание от фуд-менеджера. Тем более, я понимаю, если бы они ели и пили только у нас. Я лично видела в их номерах какую-то еду, купленную не в гостинице. Ну все, считайте, дело раскрыто. Хоккеистов все-таки подстерегла черная сосиска. И вы берегитесь, когда она закончит с Тагилом и его гостями возьмется за нас.